Перелет хоть и недолгий, тем не менее, усталость накрывает всех нас. Но расслабляться некогда. Не заезжая в отель из аэропорта Инчон, отправляемся в город Аньян, в больницу Сэм, где нас уже ждали. В группе только сахалинские журналисты. Восемь человек в сопровождении двух девушек Ирины и Ксении. Сотрудниц компании, которая и пригласила нас в ознакомительный тур по провинции Кёнгидо. О корейской медицине многие сахалинцы знают не понаслышке. В Южную Корею летают часто. Здесь можно хорошо отдохнуть, отправиться на шоппинг и поправить свое здоровье. По всей стране клиник, больницы и медицинских центров, где работают в том числе и с иностранцами, более сотни. Больница Сэм считается одной из самых крупных. Сюда приезжают пациенты из 18 стран мира, включая Россию. Эта клиника в течение нескольких лет удерживает высокие места в рейтинге Министерства здравоохранения и социальных служб Республики Корея. Греет, да? Греет живут? Нет, вот где там будет. Виктория, редактор газеты на корейском языке, и Анна Козляковская из губернских ведомостей, первыми испытывают на себе процедуры народной восточной медицины, вдыхают запах тлеющей полыни. Мы же отправились в центр радиоонкологии, где больным проводят лучевую терапию. Также заглянули в центр интервенционной радиологии. Здесь доктора практикуют малотравматичные методы лечения с помощью оборудования нового поколения. В больнице СЭМ работают 20 центров по всем направлениям – от диагностики до пластической хирургии. После больницы нас везут в парк Аньян. Этот город заложен тысячу лет назад. Разрастаться он начал от храма, о существовании которого сейчас уже почти ничего не напоминает. Мы не знали, что здесь был буддийский храм, потому что после его, так скажем, разрушения здесь был завод. Здесь же на территории парка есть уникальная мастерская паблик-арт. Сюда частенько приезжают художники из разных стран, работающие в жанре городского или уличного искусства. Многие скульптуры и композиции этих мастеров устанавливаются в городе. Интересно, что при их создании мастера используют уже ненужный, отживший свое материал. Будь то старая мебель или опалубки для цемента. Павильон-мастерской музея открыл португальский художник Альбарус в 2005 году. Редактор субтитров А.Семкин